Царю или Ассаню? Ой, белые ноженьки у неё, а! Ой, ну не смеши моё тело, кузнец! Вот у кого ноженьки белого колера, так это у меня. Смотреть будешь? Ой, ядарка! У тебя новые черепики! Ой, из золотом! Везёт тебя, дарка! У тебя есть человек, который тебе всё покупает! Лёша, чуть назад, а сделай, когда... Когда, ребят, много, да? Купить такие черепики! Дура ты, Ассан! Дура! У открытия сезона всегда такой день праздничный, попытались немножко привести и интерьер театра в такой вид праздничный и какой-то театральный, да? Поэтому ждём гостей, посмотрим, всегда волнуемся в этот день. И начинается работа такая плотная, которая уже вот как покатится, и уже до окончания сезона мы будем, я думаю, здесь в основном заниматься спектаклями и новыми теми, которые у нас в репертуаре. Уже давно сотрудничаем с Олегом Нагорничных, с режиссёром спектакля «Несравненная Солоха». Всегда есть у режиссёра какие-то свои предпочтения, он очень относится с интересом большим к творчеству Николая Васильевича Гоголя. Повспомним и Паночку, которая шла, и я знаю, что Олег Леонидович вообще Гоголем болеет, а женить бы у нас. Поэтому это, прежде всего, конечно, выбор, с одной стороны, режиссёра, с другой стороны, это, в общем-то, такой эксперимент, как эта пьеса, она достаточно эксклюзивная, поскольку пьесу нигде... Её ставил только Олег Леонидович, это автор специально для него написал пьесу по вот этой повести «Ночью перед Рождеством», да, «Вечера на этой блездиканке». Поэтому... Ну, она не совсем Гоголь, поэтому там есть такой ход экспериментальный, она нацелена сюда, в наше время, нацелена на какие-то проблемы. Там есть истерические моменты, есть моменты актуальные, которые сейчас перекликаются с нашей жизнью, с нашей действительностью, в том числе и с политической, и с какой-то... То есть есть масса каких-то параллелей, которые интересны, я думаю, что сегодняшнему зрителю. О каких политических аллюзиях Вы говорили в этом спектакле? Что тут перекликается с современностью? Полёт на чёрте в Петербург? Ну, самое первое, что приходит в голову, это, конечно, вот эта недавняя ситуация на Украине и с русским языком, и с тем, кто... Ну, такой был момент, когда и Украина, и Россия что-то начали делить, что-то бодаться, и как-то вот этот момент был очень такой и в обществе обсуждался очень, поэтому... Это ответ театрального ковчега на инсинуации политиков, которые хотят рассорить два братских народа? Ну, конечно, конечно, это прежде всего. Ой, 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 ой. Здравствуйте. Кунчук. Видишь каких людей кидают в мешки? Думаю, что без нечистой силы не обошлось. Быстрее говорите, не тормозите. Что скажешь, Осип Якифорович? Ну что, предложение-то доброе и очень доброе. Человеколюбивый. А это пора, пора. Только пойдемте огородами. А то жинки тоже шашут. А то ж ведь холодно. Морозы.